Город был молодой. Как вы знаете, Даша одновременно строилась атомная станция, и город по пути, так сказать, строился. Было 5 микрорайонов. В каждом микрорайоне по школе, детскому саду. Настолько очень зеленый город был, и строители даже оставляли такие кусочки леса, в детских садах, чтобы детки выходили на прогулку, дышали соснами. Было очень красиво. Рос много было в городе, очень зеленый. Спортом занимались все, акцентом делался на этом. Бассейн здоровый был у нас. Снабжение по странам. В Советском Союзе, вы помните, всегда был дефицит. Чтобы кто-то взять, надо очень большую очередь выстоять, получится или нет. Там такого не было. Там снабжение было очень хорошее. Можно беспрепятственно просто было заходить и брать все, что там хотелось. Но когда все случилось, во-первых, паники в городе не было. Наверное, не знаю, настолько необразованные были линии информации, я не доходила до людей, но люди просто не понимали, что произошло. Ну, авария-то и авария, все хорошо. Правда, детей в субботу не выпускали, тогда шестидневка была. Вот так. Пришли все с работы, дети вышли в песочнице, мы на крышу полезли, посмотреть, что же там такое случилось. В принципе, так, полтора километра я там, наверное. Вот. А потом уже под вечер стали приезжать в скорую помощь, там, выходить и таблетки какие-то раздавать. Что за таблетки, кто его знает. Мы даже, я помню, не пили, потому что мама сказала, неизвестно, что это. Ну, тогда же диверсанты могли быть и все, что угодно. А потом, в воскресенье, после обеда, в два часа уже по радио оберели эвакуацию, сказали взять документы, вещи необходимые и выехать на три дня, потому что дезинктовация в городе будет производиться, а потом заедем и будем жить дальше своей жизнью. Вот. А когда стали вывозить, на окружной дороге пробка образовалась, из-за того, что не знали, выпускать нас с такой радиацией или нет. Вывезли, бросили. Колхозники разбирали по домам. А вы везли куди? В 30-ти килограммах. На ЧАЭС. Люди вышли, перегородили дорогу. В каком селе, да? Да, в Щербицкого как раз там с колесом что-то случилось, и они вылезли, и уже пришлось с народом общаться. Люди подскочили, стали кричать, ну что ж там, мы без денег, без ничего. Ну, как-то вот возвращайте нас в Припять обратно, что ж вы нас бросили и забыли. Ну, он сказал, что в Припять вернуться нельзя, в общем, как-то будем решать эти вопросы. Ну, и тогда привезли, вот, стали выдавать людям одежду. Вот, и по 15 рублей. Субтитры подогнал Игорь Негода.